В это непростое время каждый хочет быть чем-то полезен. Кто-то помогает ЗСУ и терробороне, кто-то волонтерит, а кто-то хочет получить серьезные знания оказания первой медицинской помощи. В учебном центре САР сегодня проводят курсы доврачебной и домедицинской помощи для всех желающих. Это цикл бесплатных занятий, которые мы проводим 2-3 раза в каждый месяц, в рамках которого каждый одессит, каждый участник сможет узнать о том, как останавливать жизнеугрожающие кровотечения, каким образом можно распознать травму или повреждения, что делать для того, чтобы сохранить жизнь пострадавшему от артизерийского или авиационного обстрела. Каждое занятие длится около 3-х часов. Инструктор демонстрирует различные техники и правила оказания первой помощи в случае сильного кровотечения. Также на курсе рассказывают и о правилах личной безопасности. Три зоны на поле года. Первая – это горячая зона или зона под огнем. Вторая – это теплая зона, она же желтая зона, она же зона тактической паузы. Мы поговорим о тех зонах, в которых можно оказывать помощь и какую помощь оказывать. Простая идея заключается в том, что в том месте, где происходит стрельба, там помощь оказывать нельзя, чтобы не подставить свою жизнь под фактор опасности и под риск. На занятиях показывают, как правильно использовать современные жгуты и турникеты и какие их виды устанавливают кровотечения различного происхождения. Передавили сосуды, кровотечение прекратилось, защелкнули, заклеили, зафиксировали. Это жгут вороткового типа, то бишь это тот, который зачастую используют военнослужащие. Почему? Потому что он устанавливается быстро самому себе. Теоретические выкладки специалисты подкрепляют практическими занятиями. Наш корреспондент поучаствовал в тренинге и применил полученные знания на себе. Дальше мы начинаем давить рукой. Каким образом мы давим? Вот есть нога. Провели. И прям по центру надавили. Причем надо надавить достаточно сильно, потому что вам надо сдавить сосуды. Поэтому прям вот фиксируете руку, давите. Вот таким образом. Прям в пах. Только это не внутрь паха, а будет продолжение ноги и разделение ее на два. Вот здесь будут бедренные сосуды. Одесситы говорят, что такие занятия просто необходимы в военное время. Но не помешает и в мирное. А ведь умение помочь человеку, а может и спасти ему жизнь, дорого стоит.